Добрый день дорогие друзья! Сегодня у нас очередная распаковка 10 товаров из Китая. Товары интересные, полезные. Магазин Gearbest. Все пришло отлично, в хорошей коробке, как всегда. Так, все супер. Итак, начинаем мы товары для экшн-камеры. 1, 2, 3, 4. Товар номер 1. Вот такие вот хорошие, качественные переходнички. Кто пользуется камерами, тот понимает, про что я говорю. Они очень часто теряются, ломаются и так далее. Очень полезная штука. Здесь в наборе их 3 единицы, поэтому хватит надолго, в принципе. Так, это раз. Далее идет симпатичный штативчик такой. Очень маленький, легенький, практически невесомый. Ножки здесь подвижные. Можем ставить его как нам угодно. Здесь небольшой зажим, который открывает нам доступ к голове, так называемой. Здесь тоже самое крепление, по-моему, 4,6 размер, если я не ошибаюсь. То есть, выставили, зажали. Вот так вот установили. Стоит все очень устойчиво, вполне нормально, приемлемо. Можно в разные стороны регулировать ножки, штатив. Хорошая штука и главное, что она очень и очень легкая. Далее у нас идет интересная очень прищепочка. Вообще рассчитана она, в принципе, на козырек в кепке, да? Вот так вот раз. Камера и все снимаем. Ну, ее можно куда угодно. Хоть на ветку, хоть на полстропу, я думаю. Прищепка очень такая мощная, надежная. В наборе идут основные переходнички. То есть, ну, вы поняли, да, зажимчики. Вставляем камеру, зажимаем. И даже есть вынос. То есть, мы можем камеру вынести дальше. То есть, тут уже регулировка вверх-вниз, да? Вот так вот, наверное, оно будет правильно. Сейчас мы попадем. Вот, зажимаем. Вот у нас. Это верх-вниз, да, регулировка. И это сама камера прикручивается. Тоже очень удобно, в принципе. Далее идет самая классная система, которую я давно мечтал о ней и хотел. Это универсальный зажим. Вот он так выглядит. Здесь у нас так называемая струбцина. Сюда камеру. Все, что угодно. То есть, даже по стройке это будет очень полезная штука. Неплохой, легенький девайс. Всем рекомендую. Дальше у нас идет кабель HDMI. Я думаю, объяснять не нужно, для чего он. Такой дебелый, дебелый такой кабель. Хороший, качественный. Насадочки. Все как положено. Наконечники качественные. Никаких вопросов нет. Будем проверять его дальше. Сейчас пока возможности нет проверить. Но так на вид нормальный. Пойдет. Длина его метра, если я не ошибаюсь. Вот так вот. Посмотрим. И скажем результат. Далее идут у нас EDC гаджеты. Знаменитая фирма Fura. EDC-шная. Вот такой ключик интересный. Похож на музыкальный ключ. Здесь у нас небольшой ножик. Односторонняя заточка. Открывашка для бутылок. Несколько вариантов для гаечного ключа. Все очень легенькое. Сейчас проверим. Да. Стальное. Стальное значит крепкое. Такая штучка на ключ. Интересный девайс EDC. Рекомендую. В наборе идет еще заводное колечко. Далее еще один идет EDC прибамбас. Вот такой вот спецназовец. Так вам покажу. Очень оригинально сделано. Видим лицо, берет. Все как положено. Точнее череп, а не лицо. Берете ключи. Подгаечные ключи. Сбоку, с правой стороны резак. Рязычок вставленный. То есть можно что-то обрезать. Здесь открывашка. Здесь лобик небольшой. Отвертка крестовая. Отвертка плоская. Ну приятный такой. На ключи повесить будет очень классно. Мне лично нравится. Интересно. Вот именно оригинально сделано. Очень легенький. Сейчас посмотрим. На металл. Металлический. Ну в принципе легкий. Я даже удивился, что он такой легкий. Отлично. И себе можно такой поиметь. И подарок кому-то подарить. Хорошая штука. Действительно приятная. Далее у нас идет компенсионный мешок. Я уже в том видео показывал его. Очень хорошая и полезная штука. То есть она уменьшает размеры носимых вещей в походе. Он такой немаленький. Сделанный он из скани Рипстоп. Очень качественный. Здесь затяжечки. То есть накладываем сюда какой-то свитер. Там 2-3 свитера. И утягиваем их до размера одного свитера. И получается у нас в 2 раза или 3 раза меньше вещей, чем мы обычно носим. То есть как бы вес тот же. Вещи те же. Но их просто меньше. Потому что этот мешок компрессионный. Всем рекомендую. Вот именно эта фирма. Она уже есть у меня не в одном обзоре. Я уже несколько раз заказываю себе. Потому что то я сыну отдал. Сейчас хочу себе оставить. То есть именно этот мешок этой фирмы уже давно проверенный. Поэтому вопросов к нему никаких никогда не было. Могу только рекомендовать. Так. Тактическая ручка. Тактическая ручка. На сей раз такая дизайнерская. Интересная. Черное матовое покрытие. Здесь такие выточенные. Такие мощные. Ударные. Окончания. Усажено жало. Я вижу. С другого металла какого-то. Так. Что у нас здесь? А здесь обычная шариковая ручка. Очень удобная для писанины. Вынос и не тонкий и не толстый. Как раз то что нужно. Берем и пишем. На вид очень качественно сделано. Зазоров я не вижу. Все отлично. Все подточено. Везде сняты фаски. Все подогнали идеально. Молодцы. И в завершение еще одна тактическая ручка. Очень редкий экземпляр. Сейчас скажу почему. Редкий он по двум причинам. Во-первых, внешний вид. Просто палочка, да? Бамбуковая. Такого я еще не видел. Непонятно, как она открывается. Открывается. А, вот нашел. Вот все. Ручка. Именно коллекционная вещица такая. Посмотрите, какая толщина металла. Да. Моща. В наборе идет замшевый чехол. Ну, это как, не знаю, как коллекционный нож в коллекцию положить. Очень такая приятная штука. Подарок отличный будет. Чехольчик. Обалденно. Да, на подарок идеально вообще будет. Так, что у нас здесь со стержнем? Какой у нас стержень? Стержень у нас здесь. Ничего не вынимается. Стержень у нас здесь идет. Вот такой, в принципе, обычный стержень. Ничего такого нет. Можно найти в магазине вполне. Да, металл, конечно, тут хороший. Металл, конечно, здесь очень хороший. Так, закрываем. Ага. Закрываем. Металл, конечно, здесь очень хороший. Как на подарок или в коллекцию, отличный вариант. Просто отличный. Вот так вот я покажу вам ее. Просто отличный. Ну, такие у меня дела. Такие у меня товары интересные из Китая. Пишите, обсуждайте, что вам понравилось. Все ссылки под видео будут. Всего доброго. До свидания. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok